Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я рассказывала, как я делала вчера подкормку калиевую, монофосфатом калия. И сразу хочу поговорить о том, как уберечь вот эти наши любимые томаты, за которыми мы ухаживаем, много труда вложено у нас в них. Как уберечь их от фитофторы, потому что сейчас вот первая декада июля почти закончивается, в средину лета, и в это время уже нужно думать о фитофторе. Хотя казалось бы, смотрите, они зеленые такие, здоровые, ничто им не угрожает, но может измениться, как я уже говорила, все в одну минуту, наступит сырая погода, и все. В некоторых регионах уже люди пишут, что появились первые признаки фитофторы. Если я про теплицу рассказывала, что там я повесила вот эти пузырьки с иодом, потом, когда делала подкормку золой, добавляла иод в раствор, вот в этот, то про открытый грунт я еще сама ничего не делала, если честно, от фитофторы, и не рассказывала. Но я хочу сейчас рассказать уже заранее, хотя я еще сразу говорю, что ничего не делала, но я только высадку недавно закончила. Но у кого-то уже есть повод забеспокоиться, может быть, кто-то уже применит сейчас на практике. Конечно, бутыльки с иодом мы сюда не можем развесить, потому что здесь у нас открытый грунт. Но вот такие антисептики, как иод, зеленка, марганцовка, мы применить можем и в открытом грунте. И вы, наверное, слышали, что есть различные вот такие, когда делают подкормки, всякие опрыскивания, то добавляют иод, марганцовку, зеленку. Вот именно эти три, как препарата или вещества, которые можно взять с нашей аптечки, они могут помочь вам сохранить вот эти томаты подольше, чтобы отодвинуть срок прихода фитофторы. Вот как я уже говорила, в теплице так и здесь. Делаете вы, если подкормку корневую, например, золой. Вот я, видите, делала подкормку золой, но я сюда ничего еще не добавляла, потому что быстро-быстро делала. Добавьте иод, так же, как я в теплице рассказывала, ну 40 капель, 60 капель на ведро. Варианты разные в интернете, вот как дозировки ходят. Кто 20 добавляет, кто 40, кто 60. Больше 60 капель я не слышала, чтобы кто-то добавлял. Ну, если боитесь ожогов каких-то, добавьте 40 капель. Еще, если вы делаете корневые, то туда в воду, конечно, вы добавите все. Но можно и обрабатывать просто по листу. Вот это делать, как бы такую дезинфекцию, посадок. Если у вас угроза, если у вас, например, в прошлом году болели, и вообще район такой, есть районы, где фитофторы очень рано приходят. Разведите просто вода и иод, или вода и марганцовка. Конечно, тут нужно быть очень осторожным. Никогда не делайте утром, в солнечную погоду, могут быть ожоги. Такие вот с прижигателями, как иод считается, он все равно прижигатель. Он где-то там грибок, если найдет, он сожгет его. Также может сжечь листья. Лучше делать, конечно, вечером. Это я для новичков. Я все такие вот опрыскивания с препаратами, с химическими делаю вечером. Ведро воды просто. Безо всего 40 капель иода и чуть-чуть для прилипания жидкого мыла. Сделайте обработку листьев, обработку вот этих вот стволиков. Приствольный вот этот круг можно даже опрыскать. То же самое с марганцовкой. Многие люди обходятся только этим. Разводят марганцовку в небольшом объеме и потом в ведро. Ну вот на глаз, чтобы был розовый, такой слабо розовый раствор, чтобы не сжечь. Тут вам никто точный не даст ни граммов, ни дозировки, нисколько. Пишут 2 грамма, пишут просто бледно-розовый раствор. Это вы все будете делать на свой страх и риск. У каждого свои рецепты. Но я думаю, что бледно-розовым раствором марганцовки, если вы обработаете по листьям вечером, и за ночь высохнет вся эта розовая вода, никаких ожогов у ваших растений не будет. Конечно, нужно быть очень осторожными, потому что очень-очень много случаев, когда люди хотят убить фитофтору, а убивают свои посадки томатов. Я предупреждаю всех начинающих, с добавлением вот этих вот антисептиков, которые дезинфекторов, нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, вот это вот такое мое краткое напоминание, что если у вас есть предпосылки к фитофторе, делайте обработки. Йодом, зеленкой, марганцовкой. Можно не делать сложных всяких там комбинаций, просто вода, вот этот вот один из препаратов, и жидкое мыло для прилипания. Если вы будете делать хотя бы раз в неделю, я думаю, что пусть даже если болезнь когда-то это наступит, но вы хотя бы отодвинетесь сильно далеко вот этот срок наступления фитофторы. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Как всегда, я говорю, что если я буду что-то делать, я обязательно вам покажу. Но я еще от фитофторы не обрабатывала открытый грунт, но скоро уже буду. Все, до свидания.